Пока адвокаты юмористов Евгения Петросяна и Елена Степаненко ходят по судам, семейцы звездов становятся известны все больше. Теперь кое-что о Елене Григорьевне рассказала артистка юмористического жанра, известная по участию в программах «Пусть говорят» и «Большая разница». Галина Коншина знает обоих супругов больше 40 лет. Петросян ей помог построить карьеру, за что женщина ему очень благодарна. За Степаненко она сначала вместе училась, а потом пришла подвозь родную программу. Елена Григорьевна – отзывчивый, добрый и щедрый человек. Однако некоторые факты биографии знаменитости были скрыты. К примеру, никто не знает, что ее первым мужем был Денькин, а не пианист Александр Васильев. Как принадлежит не то считать, сообщила Коншина. Кроме того, 30 лет Степаненко после концерта мыла ноги Петросяну горячей батой. Тобя была знаменитая знакомая юмориста, а эта процедура помогает снять усталость после тяжелого трудового дня. У Елены Коншина с уважением относятся к обоим супругам и не может понять, почему они поссорились и так странно ведут себя во время развода. При этом артисты считают, что требуя 80% имущественности, Степаненко не права. По ее словам, скорее всего, Елена Григорьевна движет обиданное Евгения Богановича. У еще одного коллеги известной пары, Александра Морозова, свой взгляд на эту историю. Он заявляет, что юмористы просто разводят кубы. Тем временем адвокат Степаненко Елена Забралова решила прояснить ситуацию. Юрист заявила, что Петросян организовал кампанию по компрометации ее под защиту. То, что говорят в СМИ его представитель, он говорит от имени Евгения Богановича. Если бы Петросян не был согласен с его действиями, он сразу отозвал бы у своего представителя доверенность. Он не может не знать, сколько необоснованных обвинений, сколько лжи и оскорблений было высказано в адрес Елены Степаненко. О несуществующих поклонниках, о процентах дележа имущества, в других вещах рассказала Забралова. По ее словам, у артистов была настоящая семья на протяжении 30 с лишним лет. Они повенчаны, забавала адвокат. Евгений Ваганович ушел из семьи в 2017 году, о чем знают и коллеги из Лекона. До этого супруги жили в одной квартире, отметила юрист. И пообещала привезти в Сюльдзе более точные сведения. А информация о том, что Петросян и Степаненко вот уже 15 лет живут порознь, дается намеренно. Таким образом, сторона артиста пытается увеличить его долю при разделе имущества, объяснила защитница. Сказала Забралова и о том, почему расстались знаменитости. Думая о дискредитации Елены Григорьевны в СМИ, как раз и вызваны тем, что Евгений Ваганович пытается скрыть истинную причину расторжения брака против Лекона. И снова намекнула на интрижку Петросяна с молодой помощницей. Евгений Ваганович потребовал срочного раздела имущества, до того, как вообще зашел разговор о разводе. Он сказал Елене Григорьевне, что уходит, и сразу же сам заговорил о разделе имущества. Очень торопился этим. Для Елены Григорьевны все это было неожиданно. Более того, представитель Петросяна даже стал уверять, что лучше сейчас разделить имущество, поскольку с Евгением Вагановичем легче договориться, чем с новым наследником, сообщила адвокат. При этом уточнить, о ком идет речь, она отказалась, так же, как и обсуждать беременно Лето Тирна Брухунова. История, которая разворачивается на наших глазах не нова, говорит еще одна подруга знаменитой семьи. В начале 80-х годов прошлого столетия начинающая актрисой Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмилы. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий постный пульте и все время проводила на совещаниях съезды, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Степаненко. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя театра эстрадных миниатюр. И в итоге женила его на себе. В одном из интервью Степаненко призналась, что вышла из Петросяна, как по меткому выражению французского критика Эжена Вегюза. Русская литература вышла из Гоголевской Шинель. Без Петросяна она бы была никем. С годами укрепляясь на эстраде, отдалилась от мужа, ездила на курорты с подругами, занималась обложением, а Евгений Веганович был предоставлен сам себе. Тут-то и подоспела обористая жительница Тула, Татьяна Бруханова. Ее мать на два года младше единственной дочери Петросяна. Танечка была помощницей Евгения Вегановича, постепенно приближаясь к нему. И вот мы уже видим, как провинциальная Таня гуляет по Парижу, скупает там новейшие дизайнерские коллекции. На какие доходы? Про раздел имущества Петросяна и Степаненко все знают. Правда, когда эта история началась и еще не просочилась в прессу, Елена Степаненко говорила, что ей ничего не надо. Потом передумала, видимо, и решила забрать чуть ли не все у супруга, с которым прожила более 50 лет. Куда ей эти сотни миллионов рублей? У нее нет ни детей, ни внуков, ни других близких родственников. Она сказала, что все продаст и деньги раздаст благотворительным организациям, а главное – церкви. Может, в этом и есть расчет? Она сначала убеждает судью, что все пойдет в добрые дела. Также адвокат Петросяна Сергей Жорин поставил на своей странице в сети Instagram странное сообщение. В нем идет речь о том, что олильтная квартира Евгения Петросяна остается в аренду вместе с проживающей в ней артисткой Еленой Степаненко. Месячная оплата для любого желающего заселиться в апартаменте становится 300 тысяч рублей. Как оказалось, таким образом адвокат Евгений Евганович постарался привлечь внимание второй стороны судебного процесса и общественности к возникающей проблеме. С момента начала судебных тяжб все счета Евгении Петросяна были арестованы. При этом квитанции на оплату коммунальных услуг на квартиру, в которой сейчас проживает Степаненко, приходят регулярно. Освободить жилплощадь по документам, оформленную на юморизм, женщина отказалась. Но и сама она, приходящая к квитанции, оплачивать оказывается. За полгода судебных разбирательств сумма долга накопилась внушительной. Сергей предложил, что сдав квадратный метр в аренду, они могли бы решить вопрос с постоянно растущим долгом. Как сказал адвокат, на ежедневные расходы осталось бы и Елене. Также Сергей Жорин напомнил, что Степаненко отказалась покидать квартиру бывшего супруга и оценила ее в сумму, которая значительно превышает рыночную стоимость жилья. Согласно документам, предоставленным Еленой, данный объект стоит больше полумиллиарда рублей. Сторона Петросяна оценивает ее в 369 миллионов рублей. Кстати, что делят Петросян и Степаненко, супругам принадлежит 3 квартиры площадью 92, 64 и 138 квадратных метров в старинном доме в Сеченевском переулке. Еще одна квартира расположена в новом доме в первом Зачатинском переулке. Ее площадь составляет 512 квадратных метров. По другим данным, в этом доме у супругов не одна квартира, а две. Два небольших объекта недвижимости площадью 36 квадратных метров находятся в районе метро Смоленская и Новослободская. У Петросяна и Степаненко есть загородный дом площадью 380 квадратных метров на земельном участке в 30 соток в Одинцовском районе. Есть еще дача в Люберцах. Это единственный объект недвижимости, который записан на Степаненко. Все остальное на Петросяна. По данным СМИ, Петросян собрал внушительную коллекцию русской живописи 19 века, антикварного фарфора, старинность юмористических журналов и анекдотов, которые могут стоить от 15 до 30 миллионов долларов. Юмористу принадлежат картины Шишкина, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Кроме того, Петросяну полностью принадлежат права, например, Кривое церковь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...